Чистилище. Темный мир в мире Нави проще можно назвать чистилищем, в котором находятся души те, кто должен быть, будет опять вернуться в мир Яви. Пройдя урок очищения до седьмого уровня, душа будет свободна преодолеть реку Заведения и прийти на первый уровень светлого мира, где будут приходить уроки, необходимые ей для жизни на земле. А знаете почему и от чего страдают люди? Люди больше всего страдают от того, что считают мир, в котором они живут, несправедливым. Все, что бы ни происходило с человеком, он утвергает, настаивая на том, что не мог совершить подобного. Это темные силы его искусили, что он этого не заслужил. И вы знаете, темные силы действительно не дремлют. И при любой возможности пытаются вести человека с верного пути. А как иначе? Их тоже понять можно, ведь они должны жить за счет кого-то. Вот и живут они, наслаждаясь и приумножая себя за счет тех, кто не хочет даже палец ударить, чтобы что-то изменить в своей жизни. А зачем менять, если всегда можно переложить груз ответственности на темные силы? А им-то как раз абсолютно все равно возлагают на них груз ответственности или нет. Только важно понять, что перекладывая вину и ответственность на другого, вы никоим образом не снимаете ее с себя. И отвечать за содеянное в конечном итоге все равно придется тем, кто совершил убийцам, ворам, предателям. И рассчитывая, что за все не один раз, а дважды. Один раз на земле поломал свою жизнь, а второй раз убывая наказание в темноцарстве, ведь они были слугами темных сил. А вот и тех не так просто освободиться даже после смерти, таким душам не дают найти дорогу домой. Не явиться после смерти в мир Наби, это кто? И есть самое тяжкое, самое страшное наказание, и длится оно годы, но иногда тысячи лет. Самое тяжелое, конечно, быть привидением, полтергейсом. Мечеция эта душа ищет покоя и не может его найти. Хорошо задумайтесь. Погибнут все массажи.